До середины 90-х считалось, что наркомании как таковой у нас нет. Но именно в этот период хлыбнул бурный поток наркотиков. Буквально за несколько лет количество аркомантов в стране выросло в десятки раз. Могилевская область не стала исключением. Первый раз, когда видел, когда их трясло, когда нельзя было достать этот опий, значит, одна девушка, которая ныне уже умерла, она просто ела солому. Александр Копытов. С 1996 по 2005 год начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми. Могилевского область полкома. Она была вся в язвах. Это была ситуация настолько осоломляющая и страшная, что никто об этом, как бы мы работали, ну, наркоман. Но когда повернувшись к этой проблеме, оказалось, ну, столько наркоманов у нас. На тот момент, если не сошибаясь, по республике, по-моему, в области где-то порядком на учете стояло 800 человек. Но это количество можно было смело умножать на два, а то и на три. Ведь каждый наркоман вовлекал в порочный круг несколько человек. Когда мы показали фрагмент интервью с наркоманкой в 99-м году в программе «Дежелый день», для многих это откровение женщины стало настоящим шоком. Телефоны редакции разрывались от звонков. Люди спрашивали, разве такое бывает? Первый раз я попробовала. Это было начало 84-го года. Ну, были у меня, конечно, перерывы. Вот три года беспрерывно. Ты к тому времени была совершеннолетней? Нет. Нет, я была не совершеннолетней. Мне было украсено. Если наркоману нужно уколоться, у него нет. И, допустим, он занимается преступной деятельностью. Получилась ситуация, что у него стоит выбор там. Ну, перед ним стал человек. Он остановится или нет? Или он готов на все для достижения своей цели? Нет, он не остановится. Не остановится, и он готов на все. На любое преступление. Вплоть до того, до убийства. Потому что... Ломка – это боль. Она побеждает все. Все побеждает в себе. Такой боли? Ну, такой боли, я не знаю. Не сравнить ни с чем, когда весь организм болит. Скажется, все на мих останавливается. В 1996 году было создано особое ведомство – Управление по незаконному обороту наркотиков МВД, которое активно включилось в противодействие наркообороту. В Могилевской области подразделение возглавил Александр Копытов. Начинать приходилось практически с нуля. Все, всем необходимо было чему-то учиться. Это нужно было документировать преступные действия. Следствию нужно было знать, как расследовать это уголовное дело. Судам, как рассматривать это уголовное дело. И поначалу, поначалу, всем указав, было действительно трудно. Были какие-то промахи, были какие-то взлеты. Но вместе с тем, на ошибках учиться, начали издаваться судебные овестники. И когда тот же самый слог наркоманский, когда говорят «баян», ты думаешь, что такое баян, оказывается, это просто шприц. Мы этого не знали. И действительно, всем приходилось этому учиться. Приходилось учиться документировать наркопреступления, изучать сленг наркоманов, технологию упаковки наркотиков, способы сбыта. Владислав Ковалев. В 1998 году оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Могилевского облсполкома. Сейчас начальник управления. Я тебе просто покажу наглядно. Грамм продается вот так уже. Грамм? Ну, грамм, там больше два, уже как бы вот. Полграмма, вот так. И запаянная здесь зажигалка. Вот тут он лежит. Учились быстро. Многое узнавали о героине. Его и называют камень. Там 10, 20, 30, когда там 100, 200 килограмм, он идет такие вот куски просто. Как вот просто щербет. Халва. Вот халву наколешь, такие вот куски. Оно может быть большой, может быть маленький, может быть такой. Вот он же кусками идет такой. Потом же его молят, там, ну, когда наркоманам продают. Не меньше о метадоне. Метадон вот таких вот. Он порошок, он порошок. Он никак, он только в порошке. Нету камней. Он уже продается, именно тоже маленькие чеки были раньше. Раньше продавали чеками. Сейчас уже не продают, потому что, ну, никто не хочет за чека политься, понимаешь. Так продал грамм, например, 50-100 долларов. В конце 90-х исследовать подконтрольные правоохранителям наркотические и психотропные вещества удавалось лишь в небольших количествах. Остальные объекты для экспертизы операм наркоконтроля приходилось отправлять в Минск. Только там имелось необходимое оборудование. Теряли драгоценное время. Кроме того, стали появляться синтезированные наркотики, которые нельзя было определить без специального оборудования. Такая проблема исчезла относительно недавно. С 2014 года и по настоящее время в отделе специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области для определения отнесения вещества к подконтрольному применяется хроматомасспектрометр. Павел Барков. Главный эксперт отдела специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области. Это высокоточное современное аналитическое оборудование, позволяющее идентифицировать весь перечень наркотических средств и психотропных веществ, принадлежащих государственному контролю Республики Беларусь. Другими словами, можно сказать, что в настоящее время неизвестных наркотиков для нас существует. Еще одна проблема – доступность наркосырья. Деревни были как наркоплантации. Люди не знали или просто не понимали проблему. И охотно продавали мак. А умельцы кустарным способом изготавливали из него опиум. Ее решили законодательным путем. За выращиванием мака и коноплей, с которой делают марихуаны, на предусадебном участке или огороде, предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. И совсем не важно, организована плантация человеком или мак конопля, сами рассеялись и выросли на участке. В конце 90-х отделенным направлением работы наркоконтроля была борьба с наркотическими средствами, которые получали из медицинских препаратов, содержащих эфедрин. Такие наркотики назывались «Джефф» или «Винт». Они достаточно долго и широко использовались среди наркоманов до тех пор, пока эти медицинские препараты не включили в рецептурный список. Сотрудники особого ведомства быстро набирались опыта. Они прекрасно знали тех, кто занимался сбытом наркотиков. Специалисты говорят, представители цыганской диаспоры торговали настолько открыто, что наркоманы приходили к ним домой, как в магазин. Поэтому их в первую очередь и отрабатывали. В 96-м первое громкое дело. Оперативники задержали представителей цыганской диаспоры при попытке сбыта полкилого героина. Это был первый такой объем в республике. Затем были другие удачные спецоперации. Например, реализация информации о поляках с крупной партией амфетамина. Я посчитал, что для реализации этой информации и задержания этих лиц мне нужны будут нынешние руководители Ковалева Владимировича и Гребенчиков Юрий Владимирович. Ковалев Владимирович выступал как в роли закупщика, в роли барыги. Проводились переговоры с гражданами Польши. Вытянув их на территорию Беларуси, было осуществлено задержание. Причем они переходили границу, безручные клади. 4,5 килограмма амфетамин у них было на ремнях, на поясах, на теле. С 2010 года в области появилось новое зло. Синтетические наркотики, такие общеизвестные уже на слуху, как спайсы, соли, которые зачастую выдавали за безобидные, так сказать, модные препараты, не наносящие вред организму. Александр Фастовец, главный врач учреждения здравоохранения, Могилевский областной наркологический диспансер. Ну, это, конечно, является все обманом, ложью, только для того, чтобы наркодилеры, которые продают все это, получили сверхприбыли. Александр Фастовец сравнивает наркоманов из 90-х с наркопотребителями нынешними. Я вспоминаю старых наркоманов, которые были все в язвах, они выглядели очень ужасно, потому что все это кололи в вену. С современными, скажем так, наркопотребителями, которые преимущественно бывают из золотой молодежи, которые имеют средства к покупке вот этих всех наркотических средств. То есть они, ну, возраст изменился, они стали более моложе. Но, что самое главное, они очень быстрее по времени разваливаются. То есть они теряют свою социальную или, так сказать, и умственные способности, и, ну, развалины превращаются. Эффект от употребления спайса, схож с воздействием тяжелых наркотиков, часто вызывает сильную панику, которая может довести до суицида. Проблему спайса уже решили во многих странах мира. Например, в Иране распространители наркотиков вешают на подъемных кранах. А в Китае, Вьетнаме, Сингапуре ввели смертную казнь, которая распространяется не только на местных жителей, но и на туристов. Это был вызов не только сотрудникам наркоконтроля, это был вызов нашему государству. Просто был шок у сотрудников, когда мы изымаем данное вещество, проводим экспертизу, и мы не имеем никакого результата. Экспертиза дает, что это не запрещено, что запрещенных к обороту наркотических средств, психотропных веществ не содержит. Но все видят, какой эффект от него наступает. Мы видели передозировки, мы видели доставление в больницу детей, мы видели смерти от этого. У наркоконтролеров были связаны руки. Наркопроизводители меняют химическую формулу смеси, и все, снова незапрещенный препарат. И лишь когда на государственном уровне, когда вышел декрет президента, ужесточение мер ответственности, уменьшение срока привлечения к уголовной ответственности, возраста, все это уже сыграло определенную роль. И мы можем констатировать факт, что спайс уже отошел. Он ушел на задний план. Наркодельцы, столкнувшись с профессиональной работой наркоконтроля, осознали опасность транспортировки наркотиков через границу. В области стали появляться помещения для выращивания конопли и нарколаборатории. Первую ликвидировали в Могилеве. Но нужно было доказать, что это именно нарколаборатория. Понятие торговли женщиной с целью сексуальной эксплуатации впервые возникло во время перестройки. А после распада Союза преступные организации из новых независимых государств стали основными посредниками между живым товаром и западной секс-индустрией. Схемы вербовки были разные. Например, создавались якобы модельные агентства. Они приглашали девушек якобы выступать на подиумах заубежных стран. В управлении по наркоконтролю был отдел, который занимался преступлениями в сфере нравов. Борьба с проституцией, торговлей людьми, распространение параметической продукции. В конце 90-х эта тема была актуальна не меньше наркомании. На проспекте мира была тогда знаменитая стометровка. Но это была низшая каста среди проституток. Элитные уезжали за границу. Сам термин торговли людьми означал продажу посредниками девочек из заграничной бордели, предлагая работу официанта и танцовщиц. Но на деле просто забирали паспорта. Только в начале 2000-х появилась статья вербовка лиц с целью сексуальной эксплуатации с вылазом за пределы государства. Да, в свое время мы много работали, и много девушек было возвращено на территорию нашего государства. Вадим Будешевский, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Могилевского облсполкома. В 2007-м суд поставил точку в нашумевшем деле о модельных агентствах. Руководители 13 из них были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к различным срокам лишения свободы. За 20 лет службы наркоконтроля количество изъятых наркотиков исчисляется тоннами, уголовных дел за наркопреступления сотнями, перекрытых наркотрафика, каналов поставки живого товара за рубеж и ликвидированных наркобороторий десятками. Наркобизнес – это большая пирамида из огромного количества кирпичей, добраться до верхушки которой сложно. Но у этой фигуры есть свои слабые места. И сотрудники наркоконтроля в буквальном смысле роют землю, чтобы ослабить и разоружить ее основания. На это порой уходят годы. Но на кону слишком дорогая ставка. Здоровья нации! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok